Друзья, привет-привет всем! С вами Ирокес и сегодня на тестовом сервере игры PlayerUnknown's Battlegrounds появилось обновление в 15 гигабайт, которое предназнаменует новый пятый сезон. Там есть новый вент-пасс, новые дичайшие механики в виде баррикад, взрывающих колеса шипов, метательное оружие, точнее оружие ближнего боя теперь можно метать, новые механики, нерфы пушек, новые вещи на пушках. Короче, очень много контента, он реально крутой, ну и возрождение карты Миромар, что тоже немаловажно. Разбор будет долгим, поэтому запасайтесь вкусняшками, какими-то приколюхами и мы сразу начинаем! Ну и да, вы уже увидели главного гостя данного ролика, это мой Котя, его я вам обещал показать, так что иди сюда. Он лег на коврик, погоди, погоди. Опа, опа, вот он, вот, Котя, Котя, ты знаешь, кто нам помог сделать ролик? Это компания 1Х, у них самая высокая надежность и очень быстрая работа. А если посмотреть в комментарии, то там можно найти ссылку и промокод Рокес, по которому получат 6500 бонусов. Вот так, вот так, вот, все, пойдем, я тебе дам питание. Так, давайте по порядку. Первое, это обновление карты Миромар, теперь новый Миромар освеженный. Появился трек La Muerte Vamos. Для каких-то новых технических и интересных решений появилась вот такая рампа рядом с кладбищем самолетов, где можно перепрыгивать, подпрыгивать, подлетать, все это показано в трейлере. Выглядит прикольно, не знаю, насколько будет, в принципе, востребовано и используемо в игре, но, тем не менее, по-моему, довольно забавно. Помимо этого, должен был быть измененный Миромар, в принципе, полностью ремастер, но разработчики пока что это отложили. Сам Тайсок Янг в своем видео сказал, что пока они нацелены на баланс этой карты, а не его визуальную переработку, но вполне вероятно, что в дальнейшем так же будет. Поэтому не стоит отчаиваться, если вы ждали новый переделанный красивый Миромар. Это может быть чуть позже, но не в этом сезоне. Также в Хосиенде теперь 100% спаунится тачка. Это золотой Мирада, который показывает, что вы король этой карты. Если вы отстояли Хосиенду, забирайте его, катайтесь и просто подвергните всех в ужас. Ну и сама по себе эта тачка никак не отличается, просто выглядит золотой. Она всегда спаунится в этом месте и всегда только одна на карту. Из каких-то изменений именно ландшафта и геймплея это все. Но помимо этого был улучшен баланс появления предметов на Миромаре. Теперь лут там поприятней. Увеличение АР винтовок на 12%, увеличение ДМРок на 29%. Винчестер, его кстати изменили, обновили и теперь он стал прикольней на 30%. Ну и различные предметы, которые нужны, увеличили на 18%. Пистолеты снизили на 31%, чтобы не появлялись лишний раз. Короче, прикольно. Помимо этого появилась новая вещь, которая дает вам предметы. Это торговый автомат. Штука очень прикольная. Она просто выдает вам либо болик, либо энергетик иногда и то и то сразу, если вам очень сильно повезет. По КД его никак нельзя сломать, его ничего нельзя сделать. Это бесконечный получается колондайк предметов усиления. Если вам как раз таки сильно нужно, можно просто стоять и фармить. Как же он работает? Вы подходите, нажимаете F, он вам что-то выдает, потом идет какое-то КД. Если вы попытаетесь пострелять по данному предмету, то включится сигнализация и она будет просто пищать вот следующим образом. На Мирамаре данные торговые автоматы спавнятся в нескольких местах совершенно рандомно. Это арена, казино, автозаправочные станции, мотели и коммерческие здания. Их может быть много, совершенно не одна такая штука стоит на карту. Поэтому, если увидите, обязательно зайдите, возьмите себе лишний болик. Далее новый ивент пасс, там также 100 уровней, также все будет как в предыдущем. Все новые скины, весь новый контент я покажу в отдельном ролике, потому что и так этот ролик затянется довольно сильно. Поэтому все завтра. Ну, либо скачайте тестовый сервер, посмотрите сами. Ну, также примерно прикинем, будет ли его легко апать, насколько просто. Ну, я думаю, что плюс-минус то же самое, что и было до этого. Но скины неплохие, небольшой спойлер, есть даже не один скин на М416. Это просто супер жестко, все этого очень давно ждали и очень-очень хотели. Также сами разработчики обещали, что благодаря новому сезону, новому ивент пассу, еще каким-то вещам, мы узнаем историю карты Мирамар. Что, мне кажется, тоже интересно. Помимо этого, система оставшихся в живых, система рейтинга и рейтинговых поинтов. Как только начнется пятый сезон, раздадут награды за четвертый. В этом нет ничего нового, ничего страшного. Когда начнется, пока что неизвестно. Ну, примерно недельки через две, я думаю, когда данного одного перенесут на основные сервера. Далее, что же нас ждет в сезоне номер пять? Вот такой вот парашют Человека-паука. Не знаю, почему он именно такой, но разработчики решили подобными вещами сделать. И награды немного изменят для того, чтобы чуть больше людей смогло апнуть 6000+. Чуть-чуть увеличат количество очков, которые будут выдаваться за катки. Но, в принципе, рейтинг останется примерно такой же, ни на что не влияющий, просто выдающий призы. Поэтому, если что, запасайтесь новым парашютом в сезоне пять, наигрывая чуть больше, чем обычно. Далее, возрождение Винчестера. Вин-94 теперь имеет прицел, такой, которого нет ни на какой другой пушке. У него кратность 2.7х и выглядит довольно прикольно. Его нельзя никак не приближать, не отдалять. Но при этом у него очень удобная текстурка. Прям идеально можно наводиться на голову. И Винчестер теперь не бесполезная пушка. Особенно в ранней игре это будет отличная замена снайперским винтовкам. И вы можете с него настрелять крайне-крайне дико. Винт теперь очень и очень крутой. Далее добавлена возможность бросать предметы товарищам по команде. Теперь, если вы играете в скваде и используете колесо команд, вы можете сказать, мне нужны боеприпасы или нужно лечение. И над вами появится специальный значок и кнопка F, кнопка взаимодействия. Если ваш тиммейт подбегает, нажимая кнопку F на каком-то определенном расстоянии, расстояние довольно нормальное, он автоматически, не открывая инвентарь, вам бросает то, что вы требовали. Либо амуницию, либо как раз-таки предметы лечения, усиление и так далее. Штука тоже очень крутая, очень удобная для непосредственной игры в сквадах. И выглядит крайне интересно. Также этого почему-то не отмечено в патчноуте, но это просто больная и бешеная тема, которая была показана в трейлере. Я пока еще, естественно, не успел это найти ни на полигоне, ни в играх, ну потому что апдейт вышел меньше часа назад. Но я думаю, что мы это все найдем и опробуем. Это шипы, которые баррикадируют дорогу и полностью взрывают колеса транспортного средства, если то проедет на нем. Самый прикол, что я думаю, что это эксклюзивная вещь именно для карты Мирамар, потому что там она наиболее актуальна, так как на других мапах вы можете просто ездить по пересеченные местности, по местам, которые не являются дорогами и, в принципе, ничего вам за это не будет. Но на Мирамаре за счет горного рельефа, за счет огромнейшего количества текстур и неровностей, вы не можете нормально на больших транспортных средствах, не считая мотоцикла, ездить по тем или иным ландшафтам и поэтому предпочитаете дороги или отмеченные тропинки. Ну и именно поэтому, если какой-то человек разложит подобную вещь, разложит подобную баррикаду, то вы будете просто обречены либо на то, чтобы останавливаться, либо на то, чтобы проехать и потерять колеса, либо на то, чтобы свернуть и как-то потерпеть крушение в скалах. Короче, очень крутая тактическая вещь, особенно в игре в сквадах. Перетяжки теперь станут намного тяжелее, можно забаррикадировать дорогу заранее и это будет просто бешеная штука, очень интересная, я безумно хочу посмотреть, как это уже будет реализовано в игре. Также мне кажется, что саму эту текстурку будет не очень хорошо видно, потому что вот в трейлере показан этот кадр, но она просто что-то черное валяется на дороге, к этому нужно будет обязательно привыкнуть и теперь водить куда более внимательнее. Далее добавлена очень прикольная и, на мой взгляд, трофельная возможность метания ближнего оружия, которое есть у вас в руке. Все оружие, которое было под ближний бой, то есть сковородки, мачете, лом, серп, вот все-все-все это дело, можно теперь, если нажать на правую кнопку мыши, метнуть соперника на определенную дистанцию. Дистанция не очень большая, но это выглядит довольно забавно и эта штука задамажит примерно как удар непосредственно оружием ближнего боя. Выглядит прикольно, не знаю, насколько будет эффективно использоваться, ну, разве что в суперранней игре в ход-дропах, ну или в каких-то рофлах, каких-то приколюхах, но вот смотрится, смотрится реально угарно. Далее очень приятные изменения конкретно для Эрангеля, не для Мирамара, хотя, казалось бы, все обновление и весь сезон направлен именно на эту карту. Красные зоны больше не появляются после фазы 3, наконец-таки, это просто вообще великолепно. Теперь в лайтгейме не будет красных зон вообще, и скорость появления транспортных средств была немного увеличена на обычных игорных дорогах. Это на Эрангеле, напоминаю. Далее немного улучшили интерфейс, сделали его чуть более приятным. Также небольшое улучшение оптимизации. Города в Эрангеле были оптимизированы для решения некоторых проблем с зависанием и замерзанием, а также физический движок транспортных средств был оптимизирован для повышения производительности клиентов и серверов. О какой-то производительности пока говорить рано, потому что тестовый сервер, ничего не понятно, ждем на основе, потом будем делать какие-то выводы. Улучшение звуков, звук так и не починили, все то же самое, что и осталось, просто немного отрегулировали громкость. Теперь вода не такая шумная, красная зона не такая шумная, мирада не такой громкий. Короче, такие минимальные вещи не то, что нужно. Разработчики, чините свои же косяки. Новая система звука конченое говно, и нужно ее исправить, потому что совершенно непонятно, где кто как находится. Поэтому здесь вообще максимальное недовольство. Далее кастомный режим 4 на 4. Да, ребят, мы дождались. Это было сначала в PUBG Mobile, потом в Lite, теперь дошло и до нас. Тот самый режим Deathmatch, когда можно стреляться непосредственно с соперниками и возрождаться не с помощью дебильного парашюта, теряя на это 10 секунд, а просто на земле. Пока, опять же, не протестировал, но вполне вероятно, что на тестовом сервере мы сегодня все это посмотрим, так что качайте, если хотите поучаствовать в данном ивенте вместе со мной на стриме, который будет в 18.00 по московскому времени, приходите. Но если описывать словами на пальцах, то это просто обыкновенный Deathmatch, как был до этого, WarMod, только теперь вы возрождаетесь с выбранным оружием, ну, либо с выдавленным рандомно, как это непосредственно в настройках. Ну и, скорее всего, есть какой-то небольшой период неувезимости в несколько секунд, разработчики об этом не написали, но, в общем, все потестируем, все посмотрим, все выясним. Ну и далее некоторые изменения просто визуальные в виде того, что подготовка к главному турниру PUBG Global, он сейчас не Inventational, а как-то по-другому называется. Короче, самый главный турнир 2019 года, к нему развесили баннеры, парашюты будут давать, еще какие-то штучки. Если кому интересна информация по этому турниру, то ссылку я оставлю в описании, там все имеется. Ну и некоторые исправленные баги, которые не особо заметны, которые сделали сами разработчики и сами же исправили. Ну и что ж, резюмируя обновление, просто бомба. Действительно сделали интересные вещи, очень, на первый взгляд, нужные, очень прикольные и не добавляют какой-то действительно незначимый шлак, как, например, ДБС или Дигл, а прикольные вещи, которые, мне кажется, будут использоваться. Шипы 100% будут актуальны. Переброс предметов, амуниции, лечения своим тиммейтам великолепная и очень удобная вещь. Режим 4х4 для тренировки, стрельбы, для того, чтобы практиковаться и разминаться. Вообще все супер давно просели. Единственное, что, метание оружия ближнего боя. Ну, это такое, посмотрим, потестируем. Но, на мой взгляд, обнова просто шикарнейшая. И я жду, когда ее перенесут на основные сервера, когда мы сможем вместе с вами попробовать ее полностью. Ну а так, сегодня протестируем по максимуму. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Если данный ролик вам понравился, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Я буду вам очень благодарен. Ну и так, напишите в комментариях, что вы думаете о данном обновлении и насколько, по-вашему, пятый сезон обещает быть жарким. Всего вам наилучшего, удачи и, конечно же, до новых встреч. А следующее видео... уже совсем скоро. О, сука! Насюка! О, гад!